Здравствуйте! Вы смотрите новости первого карагандинского. В студии работает Динара Сартаева. Ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем вам только о главном. В село Петровку терроризирует таинственный поджигатель. Более 20 организаций и предприятий караганды участвовали в ярварке свободных рабочих мест для молодежи. Более подробный сюжет из Сергея Высокосова. Работники офисного здания по улице Тулепова второй день не могут выйти на работу. В село Петровку терроризирует таинственный поджигатель. Маленький населенный пункт, расположенный в Бухаржираусском районе, пережил уже свыше 10 крупных пожаров. Последние три месяца люди даже в собственных домах не могут чувствовать себя в безопасности, так как злоумышленники взялись поджигать и входные двери. Подробности в репортаже нашего корреспондента. Село Петровка, расположенное в Бухаржираусском районе Карагандинской области, только с виду может показаться тихим. Здесь только в течение этой осени произошло более 10 крупных пожаров. На месте сараев и тюков с сеном остаются лишь пепелища. Все, что люди заготавливали себе на зиму, исчезло в злополучном огне. Галина Посохова в одном из таких пожаров потеряла много денег. Женщина не работает. Основной ее доход приносит занятия сельским хозяйством. На меня на 280 тысяч сено сгорело. И у меня еще где-то сено загорелось, у меня еще и скот там был в загоне. Вот я вам могу даже показать. У нас вот это действительно, вот это первый год, это началась вот эта осень. Это идут действительно стихийные пожары. Местные жители по очереди дежурят у своей собственности. Однако и это не помогает. Стоит отлучиться буквально на пару минут, как вновь где-нибудь вспыхивает пожар. Служба полиции и администрация района оказывают посильную помощь в поисках поджигателей. Однако никаких результатов это пока не дало. Пока не пойман, не вор. Мы же не можем кому-то сейчас конкретно сказать. Мы же не можем этого сделать. Мы же вместе с вами эту работу проводим. Вчера, вчера Аким, это воскресенье, сюда выехал еще раз. И после этого еще, оказывается, случилось. Ну вот видите как. Марк Бышко, габидан Кружбеков, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский. Уголовное дело по факту изнасилования недееспособной дочери жительницы Осакаровского района Татьяны Шарковской закрыли за отсутствие им события преступления. Об этом сообщила пресс-служба ДВД Карагандинской области. Напомним, в июне 2013 года жительница Карагандинской области Татьяна Шарковская обратилась с заявлением в полицию об изнасиловании психиатрической больницы Караганды и ее 20-летней дочери, страдающей синдромом Дауна. В ходе расследования уголовного дела был проведен ряд экспертиз, по результатам которых установлено, что факт изнасилования не обнаружен. Работники офисного здания по улице Тулепова второй день не могут выйти на работу. Все потому, что над их головами нависла крыша, которая может упасть в любой момент. Кровлю разорвало на куски, а жители дома теперь боятся выходить на улицу. Обо всем подробнее Марк Брюшко. Крыша здания на улице Тулепова теперь напоминает перевернутый остов корабля или строительные леса с опасным мусором. На голову проходящих мимо людей в любую минуту грозится упасть сорванное на днях кровлестроение. Владимир Вайтер, специалист по оборудованию одной из фирм, расположенных в Дании, рассказывает, все произошло во время последнего сильного циклона, обрушившегося на шахтерский город. Первым делом, обеспокоенные ветхим состоянием кровли люди, позвонили службу МЧС. Спасатели сначала пообещали, что в ближайшие сутки устранят проблему, но позже сами же отказались, объясняя, что проблема не входит в их юрисдикцию. Вот так мы в три сутки, в нетерпении, когда рухнет вот эта крыша, убьет кого-нибудь или что. Мы уже заграждение там сделали, чтобы машины не приезжали, чтобы люди не ходили. Но людям надо работать. Вчера на целый день людей отпустили мы. По словам работников офиса, сейчас они находятся в безвыходном положении. Дошло до того, что люди боятся работать. Рядом с опасным зданием находится кафе, которое часто посещали дети. Теперь и они отказываются находиться рядом с нависшей угрозой. Макблюшку, Карат Рашидов, Бахтий Распанов, 1-й Карагандинский. На ТМК в Тимиртау вновь напряженная обстановка. Обслуживающий персонал будоражит слухи о предстоящем сокращении. В чем причина социальной напряженности на предприятии, пытался узнать наш корреспондент. Про страции. В таком состоянии находятся работники ТМК. И все из-за предстоящего сокращения. ТМК не раз приходил из рук в руки. Если быть точным, 15 раз. Предыдущий хозяин управлял всего 4 месяца. Вероятно, новый хозяин решил улучшить положение с долгами. Но почему-то разменной монетой в этом процессе становятся рядовые сотрудники предприятия. Как всегда, все планы держатся в тайне. Ни одной информацией люди не владеют. Не знаем, нам ничего не говорят. Но сокращение хотят. Сокращение на заводе держат. Большое сокращение. Потому что цеха закрывается. Закрывается цеха. Да, основное. В чем дело, нам не объясняют. То, что из руки в руки передается этот завод, это уже ясно. Вы слышали на это, да? Каждый раз. Мы уже начальники ваши. Я уже очень давно здесь работаю на этом заводе. Мы через чего только не прошли. Первые симптомы проявились несколько месяцев назад. Зарплата стала задерживаться и выдаваться частями. Стабильность жизни стала нарушаться. А у многих кредиты, учатся дети. Возникли массы житейских проблем. Мы не сокращаем, но постепенно сокращение будет. Вот такие его слова были. 4 числа была встреча с ним, и вот он так сказал. Хорошая успокоительная пилюля. Не волнуйтесь, но вас все равно сократят. Если вспомнить прошлые годы и волнение в коллективе, то непонятно, как предприятие вообще еще работает. Может, надо сначала просчитать возможные варианты, а уж потом браться за работу. Это я о так называемом бизнес-плане. Ощущение такое, что берутся за дело некомпетентные люди, которые просто не понимают, что производство – это прежде всего специалисты. А для них прежде всего важна прибыль. И чем скорее, тем лучше. Слух по заводу рабочий все говорят. Вот так и существует коллектив в подвешенном состоянии. Но должны же заработать социальные гарантии. ТМК лихорадит не в первый раз. Сергей Высокосов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. За 10 месяцев 2013 года департаментом финансовой полиции области возбуждено 83 уголовных дела по факту изготовления или сбыта поддельных денег. В связи с этим на территории нашего региона департаментом финансовой полиции по Карагандинской области проводят мероприятие, направленное на пресечение выявления лиц, занимающихся фальшивомонечеством. С каждым годом количество подделанных купюр растет, а профессионализм фальшивомонечников повышается. Согласно приведенной статистике, чаще всего поддельную купюру обнаруживается при пересчете поступивших денежных средств в банках, на рынках, в магазинах и других местах торговли. Самая популярная у фальшивомонечников купюра достоинством 2000 тенге. За текущий период было изъято из незаконного оборота более 322 фальшивых купюр. Далее короткая реклама, не переключайтесь. Наслаждайтесь. Далее короткая реклама, не переключайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». Долина Нанди. Прекрасный выбор за вами. Тревел Мания. И пусть весь мир крутится вокруг вас. Телефон 506-366. Нандалина Нанди. Орион. Мы приносим радость в дом. Более 20 организаций и предприятий Караганды участвовали в ярмарке свободных рабочих мест для молодежи. Более подробно в сюжете Сергея Высокосова. Это не первая молодежная ярмарка вакансий, которая проходит в Караганде в этом году. Подобная ярмарка проходила в июне, и ее посетило около 800 человек. Тогда же была презентована интернет-биржа. Но и в этот раз воочию убедиться в реальности предлагаемых мест пожелали как молодые, так и пожилые карагандинцы. Чем важны и интересны подобные ярмарки? Да, наверное, самое главное. Потому что работодатель может посмотреть на своего будущего работника, а будущий работник может найти точки соприсновения со своим работодателем. Безработица в регионе существует, и хоть она уменьшается, но не так быстро, как хотелось бы. По сравнению с прошлым годом безработных стало меньше на 0,4%. Это официальная статистика. Но так называемое самозанятое население в статистике не поддается. Именно через ярмарку можно не просто трудоустроиться, но и получить социальные гарантии, чего на временных работах добиться практически невозможно. Кстати, за 2013 год по программе «Занятость-2020» уже было трудоустроено около полутора тысяч молодых людей. Такого рода ярмарки мы проводим для того, чтобы в первую очередь помочь в трудоустройстве молодежи, во вторую очередь немножко провести такую профориентационную работу, чтобы ребята видели, что в основном у нас востребованные специальности, именно которые задействованы на производстве, на заводах и так далее. Здесь же на ярмарке можно было получить разъяснение по государственным программам. «Занятость-2020», «Дорожная карта бизнеса», «Доступное жилье», «Модернизация ЖКХ», «Мой двор». Эта ярмарка вакансий для молодежи привлекла внимание и представителей медицинских учреждений. Сегодня специалисты в области здравоохранения требуются не только на селе, но и в самой Караганде. Что нам нуждаемся на данный момент в шести врачах. Это у нас в райцентре один врач-рентгенолог, и по участкам у нас терапевты, и в основном врачи общей практики. Мы предоставляем подъемные, затем беспроцентный кредит до 2 миллионов на покупку жилья, и плюс в райцентре у нас имеется жилье, ведомство. В управлении по вопросам молодежной политики сообщают, что заявки на участие в ярмарке вакансий для молодежи подали крупные заводы, банки, торговые дома и лечебные организации. По словам организаторов, больше всего уделяется внимание на ярмарке выпускникам вузов, колледжей и профессиональных лицеев. Незабытая так называемая самозанятая молодежь, то есть те, кто официально не считаются безработными, но колымят и зарабатывают от раза к разу, не обеспечивая себя пенсионными накоплениями. Им предоставляется возможность переучиться бесплатно на другую, более востребованную специальность. Желающие найти работу приносят с собой резюме, и это правильно. С ним, уверяют организаторы, проще предложить свою кандидатуру на макантное место. Что называется, куй железа, пока горячо. Сергей Высокосов, Бахтия Роспанов, Первый, Карагандинский. Руководители департамента таможенного контроля сегодня провели встречу для бизнесменов и жителей города. Любой человек мог получить ответ не только в устной, но и в письменной форме. Какие проблемы больше всего интересовали карагандинских предпринимателей, расскажет наш корреспондент. Сегодня жители нашего города пришли в общественную приемную партию Нур-Атан, чтобы получить ответы на свои интересующие вопросы от начальника департамента таможенного контроля по Карагандинской области. Чаще вопросы, возникающие такого обыденного характера, в основном физические лица по вывозу той или иной, там, можно сказать, валюты, либо детям продукты питания, либо в каком количественном соотношении можно вывозить те или иные продукты. Правда, люди неактивно сегодня обращались с вопросами по таможенному законодательству. За полчаса пришел один человек – это представитель фирмы «Истимиртау», который приехал в общественную приемную, чтобы задать вопросы по поводу импорта своей продукции. Не один год компания занимается производством гибкой упаковки для конфеты-чипсов, а также получает пленку из Европы. Нас два вопроса интересовало – это какие документы дополнительно нужны при проверке таможенной стоимости и вопрос, в какие сроки мы должны их предоставить. На эти два опроса получили исчерпывающий ответ, то есть все стало понятно, а теперь вопросы больше не возникают. Такие встречи нужны, считает не только представитель фирмы «Истимиртау», но и сам начальник департамента таможенного контроля по Карагандинской области. Любой гражданин смог получить ответ не только в устной, но и письменной форме. Обязательно эта встреча не только по законодательству, мы также хотим знать изнутри, изнутри то, что происходит в департаменте, в который все же вводить нельзя, поэтому «Истиль» граждане могут приходить, может какие-то есть факты проявления коррупции в департаменте, поэтому мы только рады будем слышать это и искоренять эти факты. Николай Кровец, Жаслана Мандыков, Первый Карагандинский. Весь мир сегодня отмечает десятилетие Международного дня борьбы с коррупцией. Дата была утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 2003 года. Борьба с коррумпированностью во всех отраслях жизнедеятельности является приоритетным направлением органов финансовой полиции. Только за последние 11 месяцев в этой сфере по всей области было выявлено 113 правонарушений. О том, какие меры в рамках этого проводятся в Караганде, в следующем материале. Сейту Каликович в молодости работал начальником коммунального хозяйства города Караганды и никогда в своей жизни не сталкивался с коррупционными правонарушениями. Ветеран труда сожалеет о том, что нынешнее поколение не может искоренить одну из главных проблем 21 века. В Международный день борьбы с коррупцией мужчина вспоминает о временах, когда люди боялись только одного слова – взятка. Никогда не было коррупции. Мы с ними вообще не знали, что это слово «коррупция». Сейчас что творится, я пока не знаю, потому что я не отношусь к такой стихии. Ну, незалательное явление, незалательное явление. Каждый должен жить честно своим трудом. Международный день борьбы с коррупцией объявлен Организацией Объединенных Наций 9 декабря 2003 года. Конвенция против коррупции была одобрена 31 октября 2003 года. На сегодняшний день конвенцию подписало около 140 государств, в том числе и Казахстан. Данный международный договор предусматривает меры по предупреждению этого правонарушения, наказанию виновных, а также механизму международного сотрудничества в борьбе с ней. Мы спросили жителей Караганды о том, сталкивались ли они с проявлением коррупции. Многие из них считают, что шахтерский город просто погряз в коррумпированности. В общем-то, как и все, отрицательно, конечно, но мы люди маленькие, нам ничего не приходилось. Не давать взятки, ни нам не дают. Правоохранительные органы и делая органы власти у нас хорошо работают. Вообще сталкивалась, да. Берут всегда, брали и будут брать. Караганды этим более. Вообще-то сильно воруют, много воруют. Поэтому принцип какой. Не знаю, может, каждому надо с самого себя начать. У нас это все принято, по-моему, мы уже это не искореним, ребят. Однако с некоторыми доводами горожан могут поспорить сотрудники Департамента финансовой полиции Карагандинской области. За 11 месяцев 2013 года было выявлено 113 коррупционных правонарушений. Из них 35 случаев взяточничества, 42 случая злоупотребления должностными полномочиями и другое. Плюс ко всему, сейчас государство старается простимулировать жителей регионов в тому, чтобы те помогали добывать информацию о случаях коррупции. Конечно, не просто так, а за денежное вознаграждение. Борьба с коррупцией зависит не только от деятельности правоохранительных органов, но и от активной гражданской позиции. С чем постановление правительства утверждены правила поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного преступления либо правонарушения. Так, за текущий период 2013 года всего было поощрено 7 лиц за сообщение о факте коррупции. Марк Брюшкол, Жас Габасов, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. Более 360 учителей Карагандинского региона переобучились в этом году по новой программе Центра педагогического мастерства Казахстана. Им доверена миссия первыми начать изменения школьной практики, внедрять инновационные методологии преподавания, разработанные с участием профессоров Кембриджского университета. Школьная реформа невозможна без подготовленных кадров, которые могут воспринимать и передавать новые идеи, рожденные современной педагогической наукой. Фундаментальная педагогика – это только базис, на котором выстраивается реформаторская идеология обучения подрастающего поколения. Учителя после окончания трехмесячных курсов стали первыми ласточками и пропагандистами передовых идей в школьной педагогике. Сертификат, который они получили, дает им право обучать своих коллег организовывать методическую поддержку. Они не просто лидеры, а это люди, которые несут ключевые идеи данной программы и могут обучать своих коллег тем идеям, которым они сами обучались. Инициировал реализацию новой программы повышения квалификации учителей Нурсултан Назарбаев. Эта программа была разработана Центром педагогического мастерства совместно с факультетом образования Кембриджского университета. Главная идея, заложенная в программу, это дать возможность учителю не поучать ученика, а учить его учиться, самому получать знания. Сергей Высокозов, Улжас Габбасов, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Накануне в Караганде прошли соревнования по ушу самбо. В них приняли участие порядка ста спортсменов. Среди них есть и чемпионы, которые достойно представляли нашу страну в международных турнирах. На сегодняшний день рукопашный бой развивается быстрыми темпами. Множество ребят отдают этому виду спорта своё предпочтение. Они выступают за рубежом и получают призовые места. Примеры чемпионы Шавхат Рахманов и Жандос Мадихихиянов не раз выигрывали не только республиканские турниры, но и достойно представляли нашу страну за рубежом. Молодёжь особое внимание уделяет этому виду спорта. Видно, что они стали хорошими и трудолюбивыми спортсменами. Доказательством тому являются сегодняшние соревнования. В соревнованиях по Ушу Саньда приняли участие около ста молодых спортсменов. Призёры поедут на республиканские и международные турниры. Я очень стремился к победе. Благодаря упорным ежедневным тренировкам я достиг её. Жандос молодой, но уже успел победить в различных соревнованиях. Он выиграл не один турнир. Кроме Жандоса есть и другие спортсмены, подающие большие надежды. Это Бигзат Смайлов. Тут участвуют серьёзные соперники. И я должен выступать так же, как и они, на уровне и показать хорошую борьбу. В плане спортсменов принять участие на чемпионате в Актау, которые пройдут сразу после новогодних праздников. Пожелаем всем удачи. Николай Кровец, Алжас Копасов, 1-й Карагандинский. В Карагане прошёл чемпионат по мини-футболу. В финал прошли 4 команды. Кайрат, Озин Мунайгас, Тулпар, Аят. Наша местная команда Тулпар вышла победителем со счётом 6-1. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы это Алюгал. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание и смотрите новости первого Карганинского. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Салвулата. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин